Одним из городов Эстонии, где наиболее ярко отмечали в эти выходные проводы масленицы, стала Нарва, где на территории замка отгуляли этот любимый народом праздник. Так здесь состоялись соревнования, пеклись традиционные блины, а также раздавали горячий суп, сваренный по старинным рецептам. Ну а у самых младших, несмотря на уже почти весеннюю погоду, была возможность проводить зиму катаниями с горки на санях. Кульминацией же праздника стало сожжение масленичного чучела, которое дети сделали своими руками в Нарвской художественной галерее. У нас получилось настоящее праздничное шествие. Все дети, которые изготавливали эти масленицы, а их было 10 штук, вместе с друзьями и родителями пришли в галерею. И мы таким большим праздничным шествием прибыли сегодня в замок, где и провели конкурс на лучшее чучело. Конечно же, выбрать из 10 чучел лишь одно самое лучшее было невозможно, ведь все они оказались оригинальными и совсем не похожими друг на друга. Именно поэтому было проведено голосование, и те, кто привел с собой на праздник больше всего друзей и родных, получил большее количество голосов, а соответственно, и больший кулек конфет. Так, первое место 56 голосами было присуждено языковому лицею, второе же и третье места были разделены между ребятами из Кесклиновской гимназии. Естественно, что не менее праздничной стала масленицей в Таллине, где к зданию правы Ласнаме на гуляние пришли несколько тысяч человек. «Мне очень приятно, что на этот праздник пришло более трех тысяч людей, насколько я могу оценить заполненность этой территории. И это говорит о том, что люди помнят древние традиции, хотят им следовать, и поэтому сегодня мы все вместе провожаем зиму, встречаем весну». В Ласнамяе была также организована большая программа, где выступали и вокальные, танцевальные коллективы, причем современные ритмы вполне вписались в атмосферу веселья. Наряду с фольклорными песнопениями звучали песни Артема Савицкого «Сумел задать настроение» и ковер-бенд «Трики-джи». Были здесь и традиционные конкурсы, и, конечно же, различные призы. Словом, задорные проводы зимы и прощенное воскресенье в преддверии 40-дневного православного поста выдались на славу. Сергей Дедыкин, Олег Беседин, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.